Приветствую вас! Прежде всего хочется отметить, что я вам уже отвечал на такого рода вопрос. То есть я прекрасно помню, вы задавали свой вопрос на такую вот подобную тему. И в общем-то там содержание вопроса было похожим. То есть все, что вы описывали всегда было в том вопросе и в общем-то вам отвечали на вопрос. Я не знаю, выбрали ли вы лучшего, ну лучший ответ какой-нибудь. Консультировались ли вы со специалистом приватно, потому что это именно то, что вам нужно в первую очередь. Но судя по тому, что вы пишете, ситуация не меняется, по крайней мере для вас. Если вы продолжаете задавать публичные вопросы, пытаетесь какие-то объективные мнения услышать, но ведь их нет. Дело в том, что специалисты не высказывают своего мнения. Светлана, я так думаю, вас зовут. Специалисты, они помогают вам найти, как бы опору в том, что происходит. И вот подобная форма взаимодействия, да, особенно повторная, когда вы уже несколько раз так делали. Вот. Вам ничего хорошего не даст, потому что вы так и будете прислушиваться по факту только лишь ко мнению разных людей. Вот. Но ваша проблема решаться, к сожалению, не будет. Вот. Поэтому это первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Второй момент. Дело в том же, что, судя по тому, что вы описываете, я могу сделать вывод о том, что ваша проблема в отношениях с мужем, а это главное, потому что, вот, ну, главное, главное, что вы описываете. Описываете. Она началась раньше, началась до того, как ваши родители начали болеть, причем как его, так и ваши. Проблема во взаимоотношениях с мужем началась, на мой взгляд, тогда, когда вы по какой-то причине считали нормальным, что человек вам совершенно не дает денег. То есть, вы считаете, что это нормально, нормально жить в машине, который, ну, абсолютно не помогает вам финансово. И, по сути, вы живете, ну, я так понял, как бы, ну, с раздельным бюджетом. И, может быть, это и здорово, но, судя по тому, что вы называете его проявление нежности позитивным, вам хочется, чтобы мужчина что-то такое сделал. Если вам этого хочется, значит, вы, ну, испытываете в этом потребность. Если вы испытываете в этом потребность, то, значит, вы, скорее всего, себя зажимали, никогда этого не происходило. И, конечно же, возникает этот самый главный вопрос. Почему? Так что, мне кажется, что делать анализ ваших отношений с мужем нужно в первую очередь. Итак, значит, хочу услышать объективное мнение этой стороны, так как не пойму, что я выдумал, а что факт. Объективных мнений вы не услышите, потому что любое мнение субъективное. Вам нужно здесь укрепиться в мысли, что объективность, ваша объективность, это то, что вы чувствуете. Я замужем 9 лет, мне 37, женщина мужу 39. Странно, сразу немного вы написали, конечно, ну, ладно. Деток нет, бесплодие. Сначала муж не хотел детей, не хотел лечиться, потом, вроде, год на год назад согласился, но форс-машинное обстоятельство все перекрыли нам. Как вам сказать? Вот, вы говорите, что полностью зависим от своего мужа. Да? Ну, в смысле, что без него, да, фактически вы, я так, если правильно понял вас, вы не сможете, там, квартиру оплатить, да, и прочее, прочее, прочее. Вот, скажите, пожалуйста, вот при таком раскладе, зачем вам и почему вы хотите ребенка? Так вот, откуда у вас такое желание родить ребенка при условии, что вы, ну, как-то, вот, не самостоятельно. То есть, мне кажется, что, ну, вот здесь очень такая важная история в том смысле, что необходимо понять, какое значение вы вкладываете в ребенка. Потому что, ну, все равно того, что вы описываете, сможем у вас не все гладко. Если у вас сможем не все гладко, то и ребенку, соответственно, будет не гладко, да, ну, в отношениях слабо. И это, соответственно, наводит на мысли определенные о том, а зачем, зачем ребенок, зачем, если у вас все не так, да, хорошо, хорошо. Дальше. В сентябре 17-го года у отца мужа поставили диагноз рак четвертой степени. Нужно сказать, что он до этого болел раком три года. Вяло текущее, я так понимаю, имеется в виду. Добавлю, я и муж иммигранта в Европе уже 20 лет, но я тут одна, мои родители, родственники остались на родине. А семья мужа, родители, сестра, даже плюс ее муж, дети, тут уже у нее родились, приехали все сюда и жили всегда рядом с ним. Смотрите, ну, вы говорите, что вы иммигрант, иммигрант в Европе 20 лет, вы замужем, соответственно, 9 лет. Я не могу вас не спросить о том, вы приехали в Европу, ведь не с мужем, вы приехали в Европу одна, судя по всему. Нет, я, конечно, могу ошибаться, но у меня возникло такое впечатление, что приехали вы одна в Европу. Если так, если вы приехали в Европу одна, то как так вышло, что у вас нет друзей, своего круга общения? Так вот, как так вышло, что вы чувствуете себя одинокой? То есть, получается, вы в том обществе, в которое приехали, не социализировать. Дальше, значит, соответственно, так, его родные приехали. Очень он к ним привязан, самое главное для него мама, сестра, папа, потом он сам, потом я и все остальное. Это особенно видно сейчас. Смотрите, Светлана, да, есть такие мужчины, для которых вот существует такая иерархия, иерархия отношений. Это не хорошо и не плохо, это просто данных, да, просто реальность, это просто так. Вот это так. И вы, судя, опять же, потому что, говорите, вы это принимали, то есть, вы приняли своего мужа таким, что для него родители очень важны, без оценки. То есть, мы не оцениваем сейчас, да, то, значит, ну, почему так? Мы это не оцениваем. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что мы это не оцениваем. Вот. Ваш муж это человек, который ставит в первую очередь, э-э-э, значит, своих родных, потом, как вы говорите, себя, и потом, соответственно, идете уже вы, вы. Скажите, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой иерархии? Когда вы эту иерархию принимали, то есть, когда вы, например, выходили замуж, у вас были, например, ожидания, что когда-нибудь станет по-другому? Если да, то это одно, если нет, то другое. Вот у меня сложилось такое впечатление, что вы хотите перемен. У меня такое ощущение сложилось, что вы ожидали, что вы ждали того, что мужчина изменится. Вы ждали, что человек станет другим. Ну, я не знаю, надеялись его поменять или что-то такое. Почему так? Почему я так решил? Потому что, если бы было по-другому, вы бы, скорее всего, не говорили бы об этом. В сентябре, значит, диагноз отцу, так вот, в сентябре диагноз отцу мужа рак в четвертой степени. У мужа Шилка знаю, что это такое, так как мой отец приболел раком, два года в мучении, но вытянули. Я тогда искал о поддержке в музее, он был рядом, но особо не вникал в ситуации моей семьи родительской. Он их видел за девять лет один раз. Я заставил его туда ехать два с половиной часа самолетом от нас. Ну, вот, тут как-то вот история, да, заставил его ехать. Зачем заставляли? Почему он видел ваших родителей за девять лет один раз? Как бы, вы говорите, что искали от него у него поддержки, а мог ли он вам эту поддержку, собственно, дать? То есть, вы, ну вот, преди чем, как бы, искать поддержку, вы, ну, оценивали ли объективно вот эту историю? Может ли человек, эм, ну, как бы, дать вам то, вот, собственно, ну, в чем вы нуждаетесь? А вот, то есть, вот такая история, мне почему-то кажется, что, как-то вот особо вы на это внимание не обращали. То есть, вы говорите, что искали поддержки, но если у человека не было возможностей, не было ресурсов вас поддержать, то он, ну, конечно, этого сделать бы и не смог никак. То есть, тут, опять же, вопрос к вам. Эм, дальше, значит, сказал, зачем они мне и сама езжай. Я доголетаю сама все время. Ну, опять же, непонятно, как вы, как мы относитесь, считаете ли это хорошо или плохо, то считаете ли это проблемы. Ну, это, с одной стороны, проявление определенного типа личности, вот, с другой стороны, это реакция на то, что происходило с его родителями, вот, что нормально, учитывая его привязанность к ним. С третьей стороны, это показатель ваших отношений. То есть, ну, по сути, вот, как он ведет себя в кризисе, так он воспринимает вас, к сожалению. Не могла ли я найти к нему подход? Терпел. Ну, я так понимаю, что вы зависимы. То есть, с вашей стороны, вот, с вашей стороны, отношения и поведение окрашено зависимостью. То есть, вы зависимы от него. Поэтому терпели, я так, я так удобреваю. Запрос в том, как вы оказались в этом состоянии, ну, в этом положении. В ноябре-декабре его отец и его мама, я так понимаю, и отец улетели в Болгарию на лечение. Наши отношения стали лучше. Он стал прям нежнее. Обычно, вот, даже на вадиге, на мелочи какие-то. Такого никогда не было. Всегда раньше ссорились по деньгам. Я работал, он требовал, чтобы я существенный час расходов брал на себя. Ну, вот, видите, да, здесь, как бы, у вас, вот, еще до появления проблем с родителями, по факту, свои собственные проблемы не разрешено. Вот. И, как бы, опять же, вопрос, да, как вы справлялись там, как вы с ними мирились, как вообще вы это все приняли. А летом 2018 года я ушла с работы после 15 лет, началась свое небольшое дело, которое я приносил очень маленький новый доход. Ну, понимаете, мне здесь чувствуется, что вы обесцениваете, во-первых, что это делает, с другой стороны. С другой стороны, нет у меня ощущений, что вы занимаетесь это прямо с душой. То есть, ну, типа, типа, что вам нравится, прям, очень сильно. У меня такого, такого ощущения нет. То есть, я могу ошибаться, но мне вот нет такого ощущения, что вам прям нравится то, что вы делаете. Даже непонятно, собственно, зачем. Да, то есть, если вы начали свое небольшое дело, это супер. Но зачем, зачем вы начали свое дело, для чего? Конец января-февраля, отношения стали ущастливыми. Отец в его больнице каждый день по 20 раз говорит со своей мамой, она описывает что с отцом, как он исхудал, и что не ест, но мы отказываемся ехать к отцу проверить. Один час с мужчиной в больнице. Ага, ну это, в общем, собственно, мы сейчас хорошо объяснили, почему он этого не делал, почему он не ехал. Многие мужчины хотят запомнить, ну, запомнить своих отцов именно такими, такими вот сильными. Вот. После разговоров с мамой ВДХА. Отношения с отцом у него были трудные, оба упрямые, оба хотели по-своему. Неделя назад, ну, ты знаете, вот, я не очень понимаю, зачем вы все это описываете. И зачем? Зачем всю эту историю с его родителями? Ну, трудные отношения, оба упрямые, ну, и что? Где в этом всем вы? Вот где во всем этом вы? Неделя назад, муж звонит, говорит мне, отец сегодня умрет, бросает все, что делал, и съездить в больницу к моей маме. У него был важный экзамен, но не мог его отменить сразу. Я еду, закажу в палату, у меня щелк, это скелет, он уже не в сознании, мама его рвет. Муж приехал аж под вечер, тогда к отцу не дошел, сказал, я не хочу, чтобы это было моим последним воспоминанием о нем. Плакал под палатой. Ну, это, как бы, ну, это нормальная реакция здесь. Секр не стало через три дня. После этого мама его приехала к дочери, я рядом с мужем, помогаю как могу, все беру на себя, он вроде принимается теплом. И вот вчера я его пробил, он начал с огромной глотки, попускал на меня орать. При маме грубо ответил, при чьей, при своей, если понимаю, читал, когда я спросил, в котором часу у тебя встреча, я расплакал. Ну, вот знаете, такое ощущение, что у вас какая-то вот неустойчивость есть, да, то есть как бы вы как бы тут не понимаете, что человек действительно принял как бы трагедию. И вы принимаете на свой счет то, что он вам говорит. Вот хочется вас спросить, да, а почему, почему вы принимаете на свой счет? То есть как это, как стала возможна вот эта вот история, что вы на свой счет принимаете то, что мы говорили. Ведь если расплакал, если вы расплакали, значит вас это заделал. Если вас это заделал, значит у вас неустойчивое представление о себе. Получается. А если у вас неустойчивое представление о себе, то вы за счет своего мужа пытаетесь восстановить статус-кво. Ну вот вы восприятие себя. И вот, соответственно, на это в первую очередь вам нужно обратить свое внимание, потому что это важно. То есть у мужа трагедии, условно говоря, вы плачете из-за того, что он вас отчитывает. Я не говорю, что он делает правильно то, что отчитывает вас. Я не говорю, что он делает правильно то, как он ведет себя. Но то, что вы расплакали, говорит о вашей, условно говоря, предрасположенности к этому. То есть говорит о том, что вы как бы, как сказать, вы готовы были расплакаться. Почему-то, да, вы готовы были это сделать. Вы готовы к этому. Вас очень легко вывести на флезы. И это вопрос, это вопрос, почему так? Почему вас легко вывести на флезы? Так, дальше. Он не подошел, а должен был, то есть вот откуда такие ожидания, что он должен был пройти вас, эм, успокоить. Успокаивала моя свекровь вечером, которая вот, видите, вам нужно, чтобы вас успокаивать. Это тоже, как бы, такая несамостоятельность. С вечером готового, ему ужин два часа. Он с огромной злобой мне сказал, и кто это тебя надо уносит? А это буду есть. У меня к вам вопрос. Вы зачем это делали? Я объяснилась, что хотел удивиться его совсем разнообразным. Ну, как вам сказать? Во-первых, если вы действительно это делаете для него, то делали. Если вы действительно это делали для него, то вас не должно было расстроить его реакцию. Потому что, ну, ожидать, что человек обрадуется еде, после того, как потерял отца, которому был привязан, ну, это, мне кажется, немного, немного наивно. Вот. И объяснять, вот, что-либо, в этой ситуации, ну, тоже очень, очень сомнительная позиция, потому что человеку плохо. Если я правильно понял, человеку плохо, человек травмирован. То есть, для, вот, любого человека, смерть близкого, это травма. Почти всегда. Вот. Дальше. В ответ гитлая лицо и злость. Ну, и вы считаете, что это злость на вас? Ветером смотрю телевизор, по рекламе показываю тут, и я сказал, как бы, как бы хорошо было там побывать когда-то. Он, ну, давай, езжай туда. Ветер, знаете, вы здесь думаете о себе. Вы думаете о себе, вы не думаете здесь. О нем, о нем, знаете, какая штука. Не говорю, я не говорю о том, что вы должны думать о, ну, как бы, о... Ну, это вы не должны думать о себе. Не хочу так сказать. Не хочу сказать, что вы не должны о себе думать, но... Я хочу сказать, что это не должно быть за счет мужа, а вы, получается, думаете о себе в те моменты, когда ему очень плохо. Вот. Я расстроился к такому сарказму и говорю, я понимаю, что тебе очень сейчас тяжело, но я твоя сына, и рядом, чтобы взять на себя часть твоей боли. А как, Светлана, как вы можете взять на себя часть твоего боли? Как? Вот как? Это точно делается не через такие слова. И опять же, я расстроилась, пишите вы, к такому сарказму. Как сарказму? Сарказму. Так как, если вы расстроились сарказму, вы можете взять часть боли, если вам так легко задеть, если вы неустойчивы в своем психическом состоянии? Он резко вообще не хочет с тобой разговаривать, я спросил, а почему? Да, вот как бы, а мне хочется спросить у вас, почему вы спросили, почему? У меня не стало отца, я считаю, что я имею право и не должен тебе что-то объяснять. Ну, это грубо, это грубо, это грубо, конечно. Но, отчасти, это его можно понять. Вечером я не выдержав, вот опять же, чего не выдержав, пытался его ласково обнять, вроде чуть оттаял, но челюсти были сильно сжаты, когда я подходил. Так, тяжело человек, утром проснулся нормальным, и через минуту не наступил, и я, перестань меня раздражать, меня раздражать. Вот что значит проснулся нормальным? Как это понятно? Такое ощущение, да, что вы прям чересчур вот прям зависимы от него, эмоционально. Вот. Короче, я не знаю, что мне делать, что происходит, как это, как это пережить, что делать, чтобы что? Происходит то, что у человека травма потерянца. Как это пережить кому? Вам? А все ваши трудные переживания. У меня нет к кому тут пойти, если что. К тому же у меня собака, мой близкий друг, денег снять, что-то отдельное нет, я там психанет, выйдет куда-то жить, к маме, решить, например, как я оплачиваю эту квартиру. Так вот, это вопрос к вам, это вопрос к вашей самостоятельности, это вопрос к вашей автономности, это вопрос к вашей обеспеченности, самодостаточности. Мне внутри настолько одиноко и плохо, что я лихожу. От чего? От чего, Светлана, вам настолько одиноко и плохо? Одиночество – это непринятие себя. То есть вам некомфортно с самой собой, плюс у вас будут сильные свои обиды на мудрость. Только тянутся эти обиды из прошлого, мне кажется, из прошлого, когда родители были здоровы, и ваши, и его. К тому же моя мама в январе диагноз «рак», сейчас лечим, это добавляет тяжести, когда дома такой самый близкий человек уйдет в себя как чужой. Так у него трагедия, у него горь, а ваши родители для него чужие. Хочу добавить, что с мамой сестры он нормальный, ласково и сдерживает себя, даже если с мужем сестры он ведет себя достойно. Светлана, то, что вы описываете – это не норма, это поведение, но не норма. Мне жить не хочет. Ну а вот какой у вас смысл жизни? Вот свой собственный какой у вас смысл жизни? С чего начать, как выйти из этого и не сойти с ума? Для начала определиться со своими жизненными целями. Вот, ладно, я полагаю. Во-вторых, изучить треугольник Карпмана и определить свою роль в нем, в треугольнике. Потому что вы находитесь сейчас в таких отношениях, к сожалению, в созависимых. Вот, и вам нужно для начала выйти из треугольника Карпмана. Ну вы ищите треугольник Карпмана, я сейчас не буду об этом говорить. Вот, и тогда вам будет уже понятнее. Понятнее, что делать дальше. То, что произошло с вашим мужем – это ужасно. Но вы, Светлана, вы не теряли своих родных, ну, своих родителей. У меня нет ощущения, что вы отвечаете за свои решения, которые вы принимаете. У меня нет ощущения, что вы несете ответственность за них. Я вас не обвиняю, я не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвиняю. Просто я даю вам обратную связь. Вы говорите, я расстроился из-за того, что муж меня нагрубил. Вот это вот самая показательная история. Я расстроился из-за того, что муж меня нагрубил. Но нагрубил мне муж, потому что потерял отца. И он плакал в палате. Так почему же вы принимаете на свой счет то, что он вам грубит? Почему вас это задевает? Вы говорите, мне некому пойти. Как так вышло? Я уже задавал этот вопрос, я знаю, я повторю его еще раз. Как так вышло, что вы не социализировались и не обзавелись с друзьями, знакомыми в том месте, где вы живете? Как так вышло? Какие у вас глобальные цели? Вы говорите, мне не хочется жить. Какие у вас глобальные цели? Вы зависите либо от своих родителей, либо от мужей, либо от родителей мужей. Такое ощущение у меня возникло. То есть вы зависите от кого угодно, кроме самой слова. И никого, вот по ощущениям, да, никого нет в вашей жизни, кроме других людей. Нет, нет вас. Нет ваших целей, нет, нет ваших желаний, нет ваших ценностей, нет ваших жизненных ориентиров, которым бы вы следовали. На мой взгляд, вот с этим и нужно работать. В первую очередь, на мой взгляд, и уже дальше, дальше можно будет о чем-то говорить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю, желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится все-таки самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...